Встреча с нашим уважаемым Яном Йоффом Добрый день Анатолий, добрый день радиослушатели Каждая неделя несет множество памятных дат 1 сентября 80 лет с начала Второй мировой войны 15 лет трагических событий в Беслане Были и другие даты 75 лет со дня испытания первой советской ядерной бомбы 22 года прошло со дня трагической гибели принцессы Даяны 40 лет со дня убийства ирландскими террористами Английского лорда Маунтбаттена, бывшего наместника в Индии В более давние времена, конец августа Это самоубийство Марка Антония, любовника Клеопатры Соперника Цезаря И смерть французского короля Ледовика XIV, короля солнца Произнесшего бессмертную фразу Франция – это я Это слово потом повторяли многие Повторяют их и сейчас Путин – это Россия, а Россия – это Путин Беслана Одно из самых трагических событий в истории современной России Погибло 333 заложника, в том числе 186 детей и 10 бойцов спецназа Этот день является и примером массовой дезинформации населения Прошло 15 лет, но и сегодня все главные телевизионные каналы России Упоминают об этой дате как-то вскользь Одной строкой, одним кадром Дело в том, что ну и тогда власти не хотели широкой огласки Тем паче не хотят это и сегодня 1 сентября 2004 года начало школьных занятий Небольшой город Беслан в Дагестане К зданию школы подъехала машина Из нее выпрыгнули вооруженные автоматами террористы И загнали всех присутствующих на площади в школу В заложниках оказалось более 1200 человек Сразу же центральные телевизионные каналы страны стали передавать резко заниженные цифры заложников Вначале говорили 150 человек, потом 300 Времена в России в те времена были действительно тяжелые Продолжалась Чеченская война Террористы произвели несколько взрывов в московском метро Погибли десятки людей Захватили госпиталь в Буденовске Затем взорвали два самолета Погибли сотни Затем захват в центре Москвы театра Норд-Ост При штурме спецназом Спецназ использовал боевой усыпляющий газ Погибло множество людей Находившихся в театре В Беслане события с самого начала приобрели трагический характер Впоследствии Президент страны Путин, выступая по телевидению, говорил Что никто не планировал штурм школы Понимая, что там находятся дети Но когда террористы взорвали в спортивном зале взрывное устройство Спецназ и подразделения Альфа вынуждены были пойти на штурм школы Через год состоялся суд Над одним из оставшихся в живых террористов А вот на этом суде свидетели говорили другое Что по зданию школы Из гранатомета Из соседнего здания С крыши соседнего здания Выпустили снаряд Мину какую-то Крыша загорелась В течение двух часов ее не тушили Пока она не обвалилась Началась стрельба из танка В стене образовался проем В который устремились заложники В спину им стреляли террористы Спереди те, кто штурмовали школу Взрывы были и в других зданиях школы Которые не были заминированы террористами Еще до штурма здания школы Террористы выставили ультиматум Вывод русских войск из Чечни Прекращение войны Предоставление независимости Чечне Из Москвы С целью помочь в организации переговоров Вылетело два известных журналиста Бобицкий Он был задержан в аэропорту С обвинением Что в его чемодане обнаружили бомбу И известная журналистка Политковская В полете ей стало плохо И она потеряла сознание Когда самолет Ее доставили в больницу Врачи констатировали Отравление Каким-то неизвестным Химическим агентом Ей удалось выжить Через несколько лет Она была застрелена В подъезде собственного дома Власти потом после Беслана Создали специальную комиссию По расследованию Эта комиссия подтвердила Версию властей И вся вина была возложена На террористах Жители Беслана не согласились Они обратились в Европейский суд По правам человека Суд в своем решении Обратил внимание Правительства России На неправомерное использование Военной техники При штурме здания И призвал провести повторное расследование Правительство России Проигнорировало решение суда Может быть поэтому и сегодня Телевидение России Уделяет этому так мало внимания А вообще кто интересуется То вы можете узнать более подробно О этих событиях Вы можете посмотреть новый фильм Документальный фильм Созданный новой газетой России Этот фильм так и называется Беслана В воскресенье 1 сентября В Варшаве Собрались лидеры 40 стран мира Отметить 80-летнюю годовщину Начало Второй мировой войны Все эти мероприятия Проходили под лозунгом Память и предостережение В числе прибывших Отметить эту дату Было 20 президентов 4 премьер-министра И 6 глав правителей 6 глав парламентов Президента России Путина Не пригласили Но Трамп не приехал Вы знаете за чего У нас тут очень Чрезвычайно тяжелейший ураган Который уже разрушил Багамские острова К счастью его мощь ослабла Он сейчас уже приближается К Флориде Но уже это не пятерка Которая прошла по Багамам Это уже сейчас его силы Ему присвоена третья категория Возможно завтра Это уже будет и вторая Так что самое страшное Для Флориды Вроде как именовало Хотя конечно неприятности Какие-то еще будут Не поехали на это мероприятие И президент Белоруссии Лукашенко И президент Армении Пашинян Объяснив Что отказ польского правительства Предласить Путина Предоставляющий страну победительницу Неприемлемо Значит Туда в Польшу Приехал вместо Трампа Вайс-президент Пенс Выступивший с красивой речью Сравнив внешний ураган Дориан Ничтоху По сравнению с тем ураганом Который обрушился на Польшу Первого сентября Тридцать девятого года В четыре тридцать утра Немецкие бомбардировщики Бомбили город Вилюни Погибло Тысяча двести человек А в четыре сорок восемь Немецкий крейсер Шлезинг Голдштейн Начал обстрел Военных складов В городе Гданске Интересно Как нынешняя Россия Трактует начало Второй мировой войны Еще в восемьдесят девятом году Конец Горбачевских времен Она извинялась За договор Молотова-Риббентропа В две тысячи девятом году Десять лет назад Путина пригласили Отметить семидесятилетие Начало Второй Второй мировой войны И тогда Будучи в Варшаве Путин сказал Он дословно Он сказал Что правительство России Рассматривает договор Молотова-Риббентропа Как ошибку Тогда вот так он Такую фразу Признес Это была ошибка А ведь сегодня Другие времена Ну и конечно Другая интерпретация Вот так легко Обращается с историей Что ж сегодня Неделю назад Появилась большая статья Министра культуры России Медвинского По профессии Он историк Доктор исторических наук В ней он пишет Что договор Молотова-Риббентропа Стал Триумфом Советской Дипломатии Вот такого Цинизма Не было Даже В советские времена И сразу же Как по команде Все бросили Защищать Мирную политику Сталина Его стремление Обеспечить Коллективную безопасность И нежелание Франции Англии Польши Создать Оборонительный союз Против Гитлера Я просто Рекомендовал Вам Может быть На интернете Посмотреть Вот это советское Русское телевидение За последние Два дня Ну Это надо Посмотреть Как русские Пропагандисты Политологи Ну и конечно Пригласили Более серьезных Ребят Всяких там Академиков От истории Профессоров Как они Обрушились На Польшу Они Превратили Жертву Агрессии Польшу Чудле не Виновницей Всех бед Ну а Такие Мирзавцы Как Жириновский Он договорился До того Что он Сказал Что это Польша Начала Вторую Мировую Войну Не Германия Советский Союз Напали на Польшу Это Польша Все Оказывается Польша Планировала Вместе с Германией Нападение На Советский Союз Ну и В общем Вот эту мерзость Вот эту Блевотину Ну просто Нет Физических Нет сил И все время Ложишь себя на мысли Ну как это может быть Ну как это может быть Но ведь не было же никогда Ну в Советском Союзе Умалчивали Там Говорили Что вообще Никакого Никакого Приложения К договору Там Молотова Римпентропа Не было И все это Вражеская пропаганда Впервые только Советское правительство Признало Что такое приложение Раздели Европы Было Но это был Восемьдесят Девятый год В воскресенье Президент Германии В очередной раз Принес Извинения Польскому народу За агрессию От нацистской Германии Ну конечно От России Вы таких Извинений Не было И конечно Не будет Но поляки Они трактуют Начало войны По другому Первого сентября Тридцать девятого Гитлер Напал на Польшу А семнадцатого Сентября Советский Союз Германия Советский Союз Они подписали Договор Молотова Риббентропа А затем Знаменитые Вот эти Шесть Секретных Приложений О разделе Европы И поэтому Советский Союз Несет Ответственность За развязывание Второй мировой войны Надо отметить Также Что Советский Союз Не только Напал на Польшу Тогда Семнадцатого Сентября Тридцать девятого Года Но как вы знаете Он взял В плен Большое количество Польских офицеров В основном Это была Польская Интеллигенция Которых Демобилизовали В армию Во время войны Ну вот Вы же знаете Эти трагические События Четырнадцать тысяч Было расстреляно В Катыли Ну конечно Это все Не признавалось Все это Даже на Ньюборгском Процессе Советский Союз Это Выдвинуло Обвинение Про что Нацисты сделали Теперь вроде как Все разобрались Но до конца Сейчас это Стараются Как говорится Откреститься От этого Не было Ни польских Офицеров Никого не расстреляют Ну в общем История Есть история Дело даже Не в этом Дело в том Что Вы знаете Что Когда Начались Когда началось Освобождение Польши В сорок четвертом Году То Красная Армия При освобождении Польши Потеряла Шестьсот тысяч Бойцов И вот Такие Огромные потери Красной Армии А тут такая Неблагодарность От поляков Сносят памятники Советским Солдатам Но ради Правды Надо сказать Что Сносят Только Отдельно Стоящие На площадях Городов Те Которые Находятся На кладбищах Советских Солдат Эти памятники Оберегают Как и Ухаживают За могилами Солдат Красной Армии А вот Отдельно стоящие Памятники Поляки Рассматривают Как символ Коммунистического Режима Как Оккупацию Польши И согласно Закону О декоммунизации Страны Все что связано С коммунистическим Режимом Подлежит Сносу В Советском Союзе И современной России О Великой Отечественной Войне Опубликованы Более Двадцати Тысяч Книг К ним Добавьте Вы И десятки Тысяч Статей И журналов И газет И Кино Игровое кино Документальное И Кандидатские Докторские Диссертации В общем Огромный Огромный Материал Казалось бы Все должно быть Описано Все уже Рассказано Не должно быть Никаких Белых пятен Но это Не так Сегодня После 75 лет Окончания Войны Многие архивы Красной Армии Особенно Генерального Штаба Министерства Иностранных Дел Так и Не опубликованы Для сравнения В Германии Только архивы Министерства Иностранных Дел Германии Гитлеровского Перевода С 33 Года Уже Опубликованы И вы знаете И немало 420 Томов Архивов Это только Министерство Иностранных Дел То есть К истории Можно по-разному Подходиться Можно писать 20 тысяч Книг О бесконечных Подвигах Советских Шолдат Они и были Эти подвиги Нужны Но можно И описывать Реальную историю Основываясь На каких-то Документах На планах На картах И так далее Ну здесь Конечно Эти тайны Оберегают Какие же Секреты Хранит Этот главный Архив Красной Армии В Подольске Можно только Догадываться Конечно Богиня памяти Манимазина Многое стирает Многое Забывается Но зачастую Забывает Сознательно В современной России На вопрос Когда началась Вторая мировая война 72% Вот недавно Вопроса Отвечают В июне 41-го года 18% Значит Отвечают Что сентябрь 39-го А 10% Вообще Не знают Когда она Началась Это и не мудрено Если О Великой Отечественной Войне Опубликованы Тысячи книг Сняты Такое количество Фильмов То О Второй Мировой Войне Практически Ничего Это как На другой Планете Какие-то там Еще Другие Фронты Какие-то там Союзники Какая-то там Помощь Прислали Банку Консерву Вот и все Никто и не слышал Что в Эфиопии И Сомали Англичане Разгромили 300 тысяч 300 тысяч Итальянскую армию Взяв Плен 170 тысяч Солдат Никто не слышал Что во время Бабардировки Германии Погибло Более 60 тысяч Американских И английских Летчиков Что после Высадки В Нормандии Было разгромлено 50 отборных Немецких дивизий Что Второй фронт Был открыт Уже в 42-м году В 44-м Это была Высадка В Нормандии А Второй фронт Был открыт В 42-м году Только не во Франции А в Северной Африке Где была Разгромлена Прославлено Немецкий танковый Корпус Роммеля А в битве Под Аламейном Попало в плен Четверть миллиона Немецких Итальянских Солдат Никто не знает И о битве За Крит За Сытилию За Италию И можно долго Перечислять Все фронты И сражения Второй мировой войны И на Тихом океане И в Атлантике И уничтожение Немецкого подводного флота Но все эти темы Не существуют В официальной Историографии России А если упоминаются То как-то мельком Как-то скользь Главная тема Однозначно Мы разбили Мы победили Мы водрузили знамя А захотели бы Так одним броском Дошли бы И до Ла-Манша Вот и разберись Где правда Где ложь Все перемешано Когда же началась Вторая мировая война Самая страшная И разрушительная В истории человечества Ведь погибло Более 60 миллионов человек Включая 28 миллионов Граждан Советского Союза 7 миллионов немцев 5 миллионов японцев 15 миллионов китайцев 6 миллионов евреев Официально Вторая мировая война Началась 1 сентября 1939 года С нападения Германии на Польшу А к 17 сентября К ней присоединился И Советский Союз Вот так что Ведь и вот С момента И присоединения Вот 17 сентября Сразу же Вот тогда Когда они 28 сентября Советский Союз И Германия Еще один договор Подписали О окончательном Разделе границ Вот с этого момента С 28 сентября Сталин и стал Оказывать Огромную Материальную помощь Германии И Соберимыми материалами Бензином Нефтью И продовольствием Чтобы Германия Как можно дольше Воевала С западными странами С Францией И Англией То есть Можно так Теоретически сказать Что Честно говоря Сталин До 22 июня 41 года Ну и был Союзником Гитлера В конце передачи Если будет Время А будет у меня Обязательно Потому что Это очень важно Я хочу вам Зачитать Доклад Несколько Доклад Большой Выступление Сталина Это было 19 августа 1939 года На заседании Политбюро Он там четко Изложил политику Советского Союза Что Что Советский Союз Хочет Он хочет Чтобы Была война Между Германией И западными странами И чтобы эта война Продолжалась Как можно Можно дольше И после того Как все эти страны Будут ослаблены Тогда Советский Союз И вступит В эту войну На своих условиях И Будет диктовать Всем свои условия Ибо Германия И западные страны Будут истощены Это Вот это Вот кстати Когда вот сейчас Идет такая Жуткая пропаганда Против Польши Что Ни одного слова Не говорится О этом знаменитом Выступлении Сталина Который он четко Обрисовал политику Советского Союза Поэтому он и сказал Мы обязаны Отослать Англо-французскую Делегацию домой Мы должны заключить Договор с Германией Когда мы с Германией Заключим договор Тогда Начнется Эта и война Она неизбежна Между Германией И Англией И Францией А мы Значит Будем сидеть В стороне И наблюдать И в конечном итоге Он же Предполагать не мог Что эта война Которую он рассчитывал Будет годами Как Первая мировая война Вдруг окончится За две недели Немцы уже будут в Париже Но Это уже отдельный разговор Так что Так что Вот в таких словах В чем же причина Вот этой Второй мировой войны Что же произошло В двух словах Можно так сказать Это был реванш Которого жаждала Германия Потерпевшая поражение В Первой мировой войне И которые заставили Платить огромную контрибуцию 33 миллиарда Долларов Это тех времен Они у Германии Отобрали Значительную часть территории Запретили иметь свой флот Оставив небольшую армию Так что Ну и со стороны Москвы Москва Что же в стороне не осталось Помните Мы на горе Всем буржуям Мировой пожар Раздуем И раздували После победы революции 17-го года Большевики Не жалели Никаких средств На мировую революцию Потекли Сотни миллионов долларов И в Германию И Испанию Соединенные Штаты Францию И другие страны Создавали Значит Создали Коминтерн Сделали все возможное Чтобы рухнули Демократические режимы В Европе Старались И не получилось Для Сталина Главный враг Был Демократические режимы А вот с фашистскими Режимами И он думал Все же как-то Полазить Ведь как-никак По духу своему Они были ему Намного ближе Ведь Писал же Риббентроп Гитлеру После подписания Договора В Москве Что он Чувствовал себя В Кремле Как В среде Партийных товарищей Да и Сталин На этой знаменитой Фотографии Во время Подписания Договора Никогда Так широко Не улыбался И сразу же На банкете Предложил Тост За здоровье Вождя Германии Гитлера Которого Так Любят Немецкий народ Были Конечно И другие Причины Все нации Испытывали Серьезные Финансовые Трудности После Первой Мировой Войны Необходимого Был Небольшой Перевод Роста А затем Великая Депрессия Конца 20-х Годов Оставившая Бессредств К существованию Миллиона Людей Огромная Безработица В Германии Она доходила До 40% В Соединенных Штатов 25% На таком фоне Нищеты Голода Люди Повернулись В сторону Демагогических Расовых Теорий Фашистских Партий Обещавших Быстрое Процветание Но В Европе На европейском Небосклуме Как раз И Ярко Зажглись Три слова Фашизм Коммунизм И нацизм Коммунизм За 70 лет Своего существования Оставил за собой Огромное количество Преступлений Миллионы жертв Создал могучее Государство Советский Союз Но не сумел Обеспечить народу Достойный уровень жизни Он рухнул Буквально за несколько дней В августе 91 года Фашизм Это политическая Идеология В которой Государство Занимает Главное место Все усилия Для Славы Государства Никакой Индивидуальной Свободы Есть только Одна свобода Служить Государству И лучший Способ Служения Это война Для процветания Государства Ну и конечно Должен быть Лидер Дуча Фюрер Олицетворяющий Это государство Служить Государству Значит Беспрекословно Подчиняться Лидеру Нацизм Между им И фашизмом Есть существенная Разница Расовый характер Государства Для нацистов Раса Это и есть Основная Характеристика Людей Арийская Раса Раса Господ Есть Низшая Раса Типа Славян Они Должны Служить А есть И самые Низкие Евреи Они Должны Быть Уничтожены Франция И Британия Понес Огромные Материальные Материальные Потери Во время Первой И людские Потери Во время Первой Мировой Войны Хотели Только Одного Чтобы Любыми Путями Любыми Уступками Избежать Нового Корополития Отсюда Вся Их Послевоенная Политика Умиротворение Но Агрессора Можно Утихомирить Только Силой А не Призывами К миру После Первой Мировой Войны И Англия И Франция В меньшей Степени По Чисто В той Другой Степени Разоружились А Гитлер Наоборот Сразу После Прихода К власти Начал Новую Программу Вооружения Армии И создание Мощной Германской Военной Машины Не отставал От него И Советский Союз Сталин Хорошо Понимал Что Сила Государства Не в призывах К миру А к создании Мощной Армии На этом Пути Создание Новой Красной Армии Сталин Решил Уничтожить Руководство Старой Обвинив Весь Высший Генералитет В заговоре Против него На этом На этом поприще Он преуспел Он уничтожил 30 тысяч Высшего Армейского Руководства Красной Армии Уничтожить Оказалось Проще А вот Создать Современную Армию Сложнее Когда Началась Великая Отечественная Война В 41 Году Сталин И потерял Всю Красную Армию 3,5 Миллиона Солдат И офицеров В 41 Году Попали В плен В бесчисленных Немецких Котлах Более Двух Миллионов Погибло Весь Опыт Первой Мировой Войны Он Привел Америку К политике Изоляционизма Узнав Поближе Своих Европейских Союзников Их Политику Их Интриги Жадность Соединенные Штаты Не имели Ни малейшего Понятия Быть Втянутыми В европейские Дела Опять Наивно Поверит Поверив Что можно Будет Отсидеться За океаном И все Что приходит В мире Их не касается Но в декабре 41 Года Коснулось Почти Весь Американский Флот Стоящий В бухте Перл-Харбл Оказался На дне Океана Так что Отсидеться Не удалось В стране Восходящего Солнца Японии Царила Другая Атмосфера Япония Решила Покорить Юго-Восточную Азию Обеспечить Своё влияние Приобрести Необходимые Для военной Промышленности Стратегические Материалы И закрепить Свои завоевания В Китае Второй Я напомню Кто воевал Во второй мировой войне Союзники Это Великобритания США Советский Союз Канада Австралия Китай Новая Зеландия Индия Южная Африка И Значит Да Это вот С одной Со стороны Союзников Ну и Страны Ассета Германия Италия И Япония Значит Вообще Сражения Шли На всей территории Европы Кроме Нейтральной Швеции И Швейцарии На европейской Территории Советского Союза В Северной Африке В Юго-Восточной Азии На Тихом И Атлантическом Океане Первая Мировая Война Продолжалась Четыре года Погибло Более Двадцати Миллионов Солдат На ней Впервые Были Использованы И отравляющие Газы И подводные Лодки Танки Самолеты Это все еще Были Конца Первой Мировой Войны Оружие Создано Эта Первая Мировая Война Разрушила Четыре Империи Создала Новое Государство Она Проделала Русскую Революцию Изменила Полистическую Карту Мира Европейское Доминирование Всем миром Пришло К концу После войны Европа Потеряла Почти все Своё Могущество И стала Ареной Нового Соперничества Только на сей Раз Уже Не из-за заморских колоний А между Соседними Странами Давайте Сделаем Небольшой Перерыв И продолжим Уважаемые Дамы и господа Мы Возвращаемся В программу Яна Йоффа Странички Историй Как обычно Ян во втором Сегменте Всегда Отвечает На ваши вопросы Готов Выслушать Ваше Лаконичное Мнение Номер Телефона В студии 847-400-5200 Ян Я предлагаю Принять Первый звонок Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Скажите пожалуйста На чем Основано Ваше заявление О том Что 7 декабря 42 года Япония В бухте Пёр Харбор Уничтожила Весь Американский Флот Стоявший В этой бухте Во втором году Разгромил Японский Флот У Ятала Мидоу Потопив Четыре Огромных Главных Авианосных Соединения Японцев Спасибо Я послушаю Поран Во первых Если я сказал 42 Я просто Оговорился Речь идет 7 декабря 1941 Года Историю Вы эту Хорошо знаете Повторяться Не буду Американский Флот Стоял В Пёр Харборг С частью Американские Авианосцы В это время Там не находились Ну а все остальное Вы знаете Почти что Все что там стояло В том числе И более 300 самолетов Которые были На аэродроме На Гавайях Все они Значит Были уничтожены Так началось А 9 декабря Того же года 1941 Гитлер Чья армия Находилась Под Москвой Решил что Все кончено И он решил объявить Войну Соединенным Штатам Так что Я лично По моему Сказал 41 год Но если вам Показало 42 То прошу Прощения Мне тоже Послышался 41 год Поэтому Ну Каждый Слышит По своему Наверное Да Прошу вас Ян продолжайте Пока нет Звонков Хорошо Значит Ну что Можно Сказать Что В июне 19 Года Был подписан Версальский Мирный Договор По которому Германия Потеряла 10% Своей территории Столько же Почти Что Население На бывшей Территории Русско-Астровенгерско-Атаманской Империи Возникли новые Государства Чехословакия Югославия Польша Французы Получили За Салатарингию Это Они вернули Территорию Которую Они потеряли В 1870 Году Во время Французско-Прусской Войны Они Окупировали Французы Часть Германии Саарский Промышленный Район Рейнленд Стратегическую Территорию На западном Берегу Рейна Германия Потеряла Все свои Колонии В Африке И Азии На нее Как я уже Вам говорил Наложили Огромную Контрибуцию Разоружили Но вот И не успели Высохнуть Чернила Под этим Договором Как и Началась Подготовка К Второй Мировой Войны Тут надо Сказать Что И в 20-е Годы Пытались Конечно Что-то Сделать Например В 20-е Годы По инициативе Америки Был заключен Довольно Большой Договор Между Британией Италией Францией Японией О ограничении Военно-морского Флота В 28-м году Был еще один Важный Договор Подписан Который Подписали 61 страна Назывался Это договор Келлок Брайант В этом договоре Утверждалось Что Значит Любая политика Любого государства Который ведет К войне Такая политика Объявлялась Вне закона Была создана Лига наций Ну в общем Были дела Какие-то шаги Бесспорно Осуществляли Чтобы как-то Сделать Мир Постоянным И стабильным Германия Конечно В 20-е годы Находилась В очень Таком Состоянии Бесконечных Перемен Это И на нее Уже наложили И репарации И чудовищная Инфляция В 23-м году За 1 доллар Давали 4,2 Триллиона Не миллиарда А триллиона Немецких марок За 1 доллар Страна Погрузилась В нищету Разруху И сейчас Средний класс Полистически Страна оказалась Расколотой Каждый день Происходили Стычками Между Коммунистами И правыми Партиями Америка Предоставила Германии За 5 миллиардов Долларов И она Как-то Стабилизировала Эту ситуацию Германия Начала Постепенно Выходить Из кризиса Она Подписала Вот этот Договор В Лакарна Значит Признав Свои границы Из Франции И на Востоке И она Обязалась Признавать И соблюдать Эти границы Между Францией Германией И Бельгией В 1926 году Германию Приняли В Лигу наций В Британии Конечно Было чувство Подавленности Депрессии Шла гражданская Война В Ирландии Массовое Волнение В Индии Резко Снизился Экспорт Из-за падения Уровня жизни И внутренний Спрос Упал Либористы Стали проповедовать Идеи социализма Надеясь Что только Социализм И спасет Страну Ну А во Франции Когда Потерял Такое количество Молодых людей В первой войне И имея Разрушенную Войну Промышленность Франция Надеялась Только на Немецкие Репарации Она Не надеялась Ни на Лакарна Ни на договор Которым Германия Обещала Соблюдать Послевоенные Границы Франция Решила Так как Договор Договор Но лучше Еще Обезопасить Себя И она Заключила Оборонительный Союз С Польшей И Чехословакией И хуже Всех И чувствовала Себя Италия Она Потеряла 600 тысяч Солдат И не Приобрела Ни одного Квадратного Метра Территории Безработица Значит Слабое Правительство Безменяло Другое Огромный Внешний Долг Ну Все это Кончилось Реально К власти Пришли Значит Фашистская Партия Пришла Кстати Фашистская Партия В Италии Демократическим Путем Она На выборах Получила Большинство Голосов А потом Значит Лидер Партии Муссолини Стал Значит Правителем Италии И стал Ее Абсолютным Диктатором Ну Российские После смерти Ленина Началась Борьба за власть А потом Началась Краткая Такая Политика Маленькая Значит Небольшой НЭП После политики Военного Коммунизма Приведший К массовым Крестьянским Восстаниям А затем Началась Потом Сталин Пришел К власти Коллективизация Миллионы Голодомор Голодающим Ну Все остальное Вы хорошо Знаете Так что Тридцатые Годы В Какую страну Не назовешь Везде Везде Как говорят Ситуация Была не очень Хорошая Почти Во всех Европейских Странах От Португалии Салазара В Венгрии Румынии Везде Пришли к власти Диктаторы Так что Европа Тридцатые Годов Уже Как говорят По складу Своему Напоминала Такой Бурлящий Котел Ну А в Германии Тем паче Гитлер Пришел И Сразу Начал Процесс Перевооружения Значит Он вообще Отбросил Все статьи Версальского Договора В тридцать четвертом Году Он заключил Пакт О ненападении С Польшей Вот что интересно Вот эта пропаганда Нынешняя Вот особенно Усиленная В последние Пару дней Все Толкует Да Гитлер Что мы одни Только заключили Пакт с Гитлером А Польша В тридцать четвертом Разве не заключила Ну и Советский Союз Заключил Точно такой же Договор О дружбе Ненападении С Польшей На два года Раньше Чем Гитлер В тридцать втором Году То есть Смотрите Ведь мы Говорим Вот вероломное Нападение Германии Гитлер Нарушил договор Напал на Советский Союз Ну и Советский Союз Нарушил же договор С Польшей О ненападении Которое он Заключил Он же тоже Напал Семнадцатого Сентября Тридцать девятого Года А семь лет тому назад Он заключил Договор с Польшей О ненападении То есть Вы видите Что в большой политике Все эти договора Как бы они хорошо Не были написаны Как бы они хорошо Не были составлены Часто они представляют Себе Ничего больше Чем кусочек Бумажки На которой они написаны Помните Хельсинские совещания В Европе Они Николи Все границы Должны быть Постоянны Больше ничего Пожалуйста Это был Семьдесят пятый год А вы знаете Что сейчас Произошло То есть Договор Договор Но Страны должны Немножко И подходить Более Реально Вот А Гитлер Пошел Пошел Ва-банк В тридцать пятом году Он уже протащил Плебисцит в Сааре Вернул эту область Германии Все промолчали А затем Оккупировал Рейнскую область Опять Франция Промолчала В октябре Семьдесят пятого года Муссолини Начал войну с Эфиопией Послал туда Шестьсот пятьдесят Тысячную армию Итальянскую Война оказалась Непростая С этими Муссолини Казалось Что там Какие-то дикари Живут на деревьях А чтобы взять Столицу Эфиопии Адрисабе Ему понадобилось Целый год Только через год Его армия Вошла В столицу Эфиопии В тридцать шестом году Гитлер и Муссолини Заключили пакт Рим-Берлин В этом же году Началась Кровавая гражданская Война в Испании Сразу Обозначили стороны Советский Союз Стал на сторону Республиканцев Начал посылать Оружие Ну и Не забывайте Там 10-15 тысяч Международных Добровольцев Интернационалистов Ставших на сторону Республиканцев Гитлер и Муссолини Помогали Франко Война Кстати Гражданская война Испании Была чрезвычайно Кровавая И зверства Зверства Были не только Со стороны Франкистов Там вот Республиканцы Отличались Такими Зверствами Что когда Читаешь Волосы Становятся Дыбом Священников Убивали Церкви Сжигали Топили в колодцах Ну в общем Не буду я сейчас Отвлекаться Но гражданская война В Испании Что-то показалось Как вообще Какая страшная Вообще эта штука Гражданская война Ну а потом Начался 38-й год Значит Аншлюз Гитлер Присоединил К себе Австрию А 29-го Сентября 38-го года Муссолини Гитлер Чемберлен Инделадье Это премьер-министр Англии И Франции Встретились В Мюнхене И решили Судьбу Чехословакии Чехов Даже не пригласили Было решено Что германские войска Оккупируют Судьеты И чехи должны Удовлетворить Терриальные претензии Польши И Венгрии Франция И Британия После этого Значит Дают гарантии Новым границам Страны Чемберлен Думали Думали Что они Заключили Мир На вечные Времена А в действительности Они только Разразгли Апетиты Гитлера Хорошо Тогда Подметил Все же Черчилль Когда Чемберлен Вернулся В Лондон Размахивая Этим Листочком Мюнхенского Соглашения Черчилль Сказал Вы У вас Был выбор Между Бесчестием И войной Вы выбрали Бесчестие Но Получите Войну Так оно и оказалось То есть Смысл Был Есть И будет Никаким Агрессиям Нельзя Уступать И нельзя Потакать Агрессия Уважает Только силу И только силой Можно остановить Любую агрессию Чем Чем больше Уступаешь Тем больше Разжигаются Аппетиты Я Хочу Только У нас еще Есть Одна Две минуты Все же Очень важно Вот это Сталинское Речь 1939 Года Сталин Тоже Сделал Свой выбор Между Бесчестием И войной Но он по-своему Так понимал Его выбор Он сделал И вот он Сказал Этот выбор Это было На заседании Политбюро 19 августа 1939 Года Перевожу Его Значит Я У меня Речь На английском Языке Это обратно На русский Язык Они Не любят В России Публиковать Эту Сталинскую Речь Прекрасно Понимает Что Эта Речь Скажет Больше О политике Советского Союза Чем все Современные Историки И политологи Вместе Взятые Вот Так что Вот что Сталин Сказал Вопрос Войны и мира Вступил 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 В критическую Фазу Ее Решение Будет Зависеть От позиции Которые Займет Советский Союз Мы Абсолютно Уверены Что Если Заключим Пакт С Францией И Англией Германия Отойдет От своих Территориальных Претензий Польши И будет Искать Соглашение С западными Державами Войны Можно Будет Избежать Но Дальнейшее Развитие Событий Окажется Опасными Для Советского Союза С другой Стороны Если Мы Заключим Пакт В Германии Она Без Сомнений Вторнется В Польшу И вмешательство Франции И Великобритании Неизбежно В этом Случае Мы Будем Иметь Огромную Возможность Оставаться Вне Конфликта И вступить В него Тогда Когда Возникнут Удобное Для нас Время Наш Выбор Ясен Мы Обязаны Принять Немецкие Предложения И Вежливо Отослать Англо-французскую Миссию Обратно Домой Наша Цель Состоит В том Чтобы Германия Воевала Как Можно Дальше Пока Англия И Франция Не будут Полностью Истощены И ослаблены Мы Обязаны Усилить Нашу Пропаганду В воюющих Странах Чтобы Быть готовы Когда Война Закончится Вот Вам В трех Словах Вся Политика Советского Союза Это Это было Как говорят Не по Не по Необходимости Да что могли Франция и Англия Принадлежит Советскому Союзу А Германия Предложила Конкретно Вот вам Прибалтика Вот вам Западная Украина Белоруссия Вот вам Все Гитлер Прекрасно Понимал Ему Надо было Временно Выиграть Время Чтобы Он Завоевал С Англией Это была Тяжелейшая Война С Англией Вот Англия Не сдавалась Черчилль Пришел К власти И сказал Что англичане Будут сражаться Везде И всюду Так что В этом плане А Гитлер Обещал Сталину Все И даже Когда молодо В октябре Сорокого Года Приехал В Москву Прощупать Можно Советский Союз Присоединиться К державу Масси И выдвинул Столько требований Что Гитлер На следующий месяц Подписал Знаменитую Директиву Барбаросса О начале Войны Советским Союзом Вот Пожалуй И все Всего вам доброго И до следующего Субтитры Субтитры